И Чечерия далеко не шариатом была, и далеко на нее не была похожа. Посмотри, послевоенные положения, там в 96-м году, обычная светская страна, только без РФ, так сказать. В том числе, украинцы с черкесами делали то же самое, что Сталин с чеченцами. Покажи нам пример прости Сталина. Вот в этом и разница, что видите, из-за действий, там не только Сталин был, Сталин, Берия, этот Гвишиани. Мы из-за действий вот этих вот трех. Томсо, ты как-то в одном из эфиров сказал, что для свободной Ичкерии подошло бы политическое устройство государства по типу Исламской Республики Иран. Я правильно все понял, можно развить тему глубже. Нет, я говорил, что у них сама модель, она неплохая. Если бы, допустим, эту модель реализовать в любом мусульманском суннитском государстве, это хорошая модель, когда есть некая Шура, высший орган, да, у этого Шуры есть некий свой председатель. Просто надо уйти вот от этих титулов, духовный лидер у них там, да, это почему это там происходит. То есть они взяли модель хорошую, но ее испортили какими-то шиитскими своими убеждениями. Они взяли, допустим, Шуру превратили в личный орган какого-то духовного лидера. Но если убрать вот эту вот всю шиитскую мишуру оттуда и посмотреть саму модель устройства, что есть Шура, высший политический совет, у этого совета есть некий свой председатель, избираемый этой Шурой из, допустим, 12 человек, я не знаю, 50, неважно. И уже остальные все ветви власти находятся под этим советом. То есть президент, избираемая должность всенародно, парламент, избираемый всенародно, судебная система, это все там утверждается парламентом, то есть все существует здесь. Но над всем этим есть некий орган высший, который является гарантом вот этого вот устройства, соблюдения этого всего. Сама модель, она неплохая, вот о чем я говорил. И эта модель мне лично гораздо ближе, то есть она мне гораздо более симпатичнее, чем модель королевской семьи, которая там всем управляет. Лично мне это не нравится, вот эта монархия, передавание должности там от этого престола, от отца к сыну, от брата к брату. Вот лично мне это более чуждо, чем модель, реализованная сегодня в Иране. Но я подчеркиваю, я не говорю про вот эти вот шиитские моменты, духовный лидер там и прочее. Это все мы оттуда убираем. И допустим, вот этот вот их не орган, а структура скорее, да, это стражи исламской революции, как их называется. Это тоже такой орган, ну точнее такое силовое ведомство, да, которое подчинено вот этому высшему совету. То есть это такая структура, которая гарантирует вот этому совету исполнение, то есть это такой силовой блок, с помощью которого они обеспечивают исполнение законности. В общем, может быть, это не значит, что вот эта вот система, она прям самая идеальная, но она, в любом случае, мне лично она нравится больше, чем любое проявление монархии. Тумсо, как ты считаешь, применение суда шариата в Ишкерии было правильным шагом? Или, конечно, было правильным шагом? Какой может быть ответ, кроме этого? Как еще можно на этот вопрос ответить? Страна, в которой проживают мусульмане, которая является мусульманской страной, мусульманским государством, разумеется, эта страна применяет законы, которые соответствуют исламской религии, исламским канонам. Конечно, это было абсолютно правильно. Другое дело, конкретные какие-то судебные акты, были ли они правильными? Я скажу, что, на мой взгляд, нет. Вот эти публичные расстрелы, нет, я не согласен с этим, я считаю, что это было неправильно. Какие-то там были ли какие-то судьи продажные? Конечно, были и такие. Понятно, что мы не говорим, что в целом это все идеально. Но сам подход, то есть приведение судебной системы в соответствии с исламом, если ты вопрос ставишь так, правильно ли это было, конечно, это правильно. Здесь мы отличаемся от Кадырова тем, что Кадыров говорил, что нет, этого делать нельзя, это нам не нужно. Поэтому в результате он и стал российским, кремлевским чиновником еще и гордился этим. А мы, как мусульмане, конечно же, говорим, что это было абсолютно правильно. И Чечерия далеко не шариатом была, и далеко на нее не была похожа. Посмотри, послевоенные положения, там в 96-м году, обычная светская страна, только без РФ, так сказать. Очень интересное заявление. В 96-м году мы освободились только... В октябре были подписаны, да, в сентябре, точнее, были подписаны Хасаюртовские соглашения в конце сентября, по-моему. И войска были выведены только 31-го декабря 96-го года. То есть, в какой период ты смотришь в 96-м году на Ичкерию и делаешь такие выводы? В период до сентября, когда у нас была российская оккупация, там была их власть, их дом правительства, Завгаев был у них там, их марионеткой, их наместником. В это время, или после сентября, когда мы только заключили соглашение, еще власть не установлена, никакие органы государственной власти еще не работают, ничего подобного нет. Идет вывод войск, обмен военнопленными и так далее. Вот эти все моменты происходят. То есть, 96-й год, как можно вообще рассматривать? Ну, это же очень странно. Выборы у нас прошли в 97-м году, хотя бы, наверное, с 97-го года после выборов надо, наверное, смотреть. И если вы скажете, после вывода войск было ли это государство, государство мусульман, основанным или, по крайней мере, стремящимся к полному соответствию исламским канонам, да, было. Были ли в нем проблемы? Да, конечно, были. Но это было мусульманское государство. Там действовали суды в соответствии с тем, что было испослано от Аллаха. Даже государственные силовые структуры были переименованы в соответствии с мусульманской терминологией. Например, МВД было переименовано в МШГП, Министерство шариатской государственной безопасности, Исламский полк быстрого реагирования, там иные какие-то, там, шариатская гвардия, например. В том, что украинцы с черкесами делали то же самое, что Сталин с чеченцами. Покажи нам пример прости Сталина. Вот в этом и разница, что, видите, из-за действий, там не только Сталин был, Сталин, Берия, этот Гвишиани. Мы из-за действий вот этих вот трех людей, которые были грузинами, да, этническими, но мы ведь не перекладываем эту всю вину на грузин. Вот конкретно вот этих вот людей, этих преступников, мы их ненавидим, они наши враги и никогда не будут прощены. Вот точно такое же должно быть отношение. То есть конкретные украинцы, чеченцы, дагестанцы, кто бы они ни были, которые против нас воевали, усердствовали в этом, и тем более, если они еще были там, руководили, допустим, да, какими-то генералами, я не знаю, президентами, то мы этих людей никогда не простим и их будем ненавидеть. Но это все проецировать на все эти народы, тем более на страны, мы, конечно же, не должны, не имеем вообще права так делать. А если мы так делаем, то давайте давать такое же право и в отношении нас. Пусть тогда и всех нас так же ненавидят. Пусть всех нас грузины сегодня ненавидят, потому что на стороне Грузии, на стороне России, против Грузии воевал батальон Восток, батальон Юг, Кадыровский и Ямадаевский, два батальона, укомплектованные предателями чеченцами. Давайте теперь скажем, что это можно проецировать на весь наш народ. Мы ведь с этим не согласимся? Не согласимся, потому что эти люди, они в первую очередь наши враги. В первую очередь мы с ними враждуем. Точно так же мы должны подходить и к вопросам в отношении украинцев и кого бы то ни было другого. У них есть точно такие же права, как и у нас. Искренне люблю людей с Северного Кавказа и если они хотят жить отдельно, как же им помочь, на ваш взгляд? Андрей Мухаммадеев, ну это смотря кто вы, откуда вы, какие возможности вы имеете, все зависит от этого. Северного Кавказа